Деревня Хамбушия Один из бывших жителей деревни, горестно сев на траву у остатков своего дома, рассказал нам о происходившем. Наверное, слушать его было тяжело и не было, потому что в течение всего рассказа из набежавших туч продолжали капать слезы. К сожалению, вы не сможете увидеть боль в его глазах, потому что по понятным причинам мы не покажем его лица. Может быть позже, когда закончится этот ужас и на землю Сирии придет мир. 4 августа 2013 года в 4 часа утра все жители этой деревни спали спокойно. Вдруг в деревню ворвалось огромное количество наемников самых разных национальностей. Я видел их своими глазами. Среди них были чеченцы, ливийцы, афганцы, египтяне, саудиты. Я различал их по речи. Среди них были и женщины. С ними были шейхи, которые кричали «Аллах Акбар» и призывали их к убийствам. У многих из них были мечи, которыми они рубили жителей. Первая группа просто рубила всех подряд. Вторая резала. Третья занималась захватом людей и расстрелами. Они все время кричали «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Раздавались крики «Исламский фронт Ирака и Шамы». Но эти наемники не имеют никакого отношения к религии и Богу. И ислам от них отказался. Мусульманин никогда не будет резать, расчленять и заниматься прелюбодеянием. Из нашей деревни они захватили 115 человек. 68 из них в возрасте от 9 месяцев до 10 лет. Они захватывали даже 75-летних женщин, больных и старых, болеющих астмой, диабетом и прочими болезнями. Дети, женщины, девушки, старики, никто от них не спасся. Никого не жалели. От них никто и ничто не могло спастись. Ни люди, ни деревья, ни камни. Даже корову, которая нас кормила, забрали. Я видел, как резали женщин. Их было много, 4-5 тысяч. Они заходили в дома, когда люди спали, и резали их. Беременным женщинам спарывали животы и вытаскивали детей. Здесь произошло ужасное преступление по отношению к бедным людям. Народ, который ни в чем не виноват. Единственная наша вина в том, что мы поддерживаем наше государство. Но мы и дальше будем любить и поддерживать президента, что бы ни случилось. Я хочу поблагодарить российское правительство, российский народ и все страны, поддерживающие наше справедливое дело. Они называют себя исламистами, религиозными. Они не имеют отношения ни к какой религии. Религия – это любовь, это прощение. Религия для Бога, а Родина для всех. Какая вина на мне, если я здесь родился и принадлежу определенной религии? Христианин я, оловит, друз или суннит. Это Бог так распорядился. Неужели религия может позволять резать и расчленять детей? Я потерял 42 человека из своей семьи. Кого-то убили, кого-то захватили. Моей маме 75 лет. Что она им сделала? Моему сыну 3 года. Племяннику 9 месяцев. Еще одного племянника убили. В чем они виноваты? Разве они воевали за правительство? Но пока мы живем на этой земле, мы будем воевать за это правительство и этого президента. Лучше этого президента не было и, возможно, не будет в мире. Хочу передать благодарность Путину. Желаю ему, чтобы он победил своих исламистских врагов. Что за религия, к которой они относятся? И какой человек может принять такую религию? Чеченец хочет научить меня свободе? Ливиец, разрушившись свою страну, хочет научить меня демократии и свободе? Здесь была свобода. Мы страна мира и любви. Слава Богу за все. Мы будем воевать до последнего, пока не уничтожим этих чеченских, сомалийских, ливийских, египетских, саудовских наемников. Кто такой Бандар? Он не знает своего отца. Он посылает сюда оружие и наемников, чтобы они убили наших женщин и детей. Они все сожгли, уничтожили урожай, разрушили дома. И несмотря на это, мы будем стоять здесь, держаться на этой земле. Добро пожаловать. Заметив нас, подошел оставшийся в деревне житель. И тоже стал рассказывать о происшедшем. Со всех сторон начали стрелять. И с той горы, и с этой. И кричали, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Когда мы услышали стрельбу, побежали вниз, в ущелье. Я потерял 12 двоюродных братьев. Их убили в домах. В моей семье одни убиты, другие захвачены. Захваченным от 5 до 15 лет. Почему вы остались здесь? А куда мне идти? Некуда. Семью свою я отвез в город, а здесь у меня дом. Если бы ты видел, как уничтожали здесь деревья, урожаи, дома. Стреляли ракетами и кричали, Аллах Акбар. Слава Богу, ущелье было близко, и мы добежали до него. Стреляли повсюду и все кричали, Аллах Акбар. Сюда попала ракета. Все сгорело. Орешки. Все сгорело. Все сгорело. Все сгорело. Все сгорело. Здесь была общая могила. 86 трупов из Хамбушея, Мбати и Бута. Здесь, в общей могиле, были разрезанные женщины, два моих обезглавленных брата. Здесь был небольшой бассейн. Они положили сюда трупы и присыпали их землей. Самому младшему 15 лет, старшему 90. Был старик с одной ногой, который страдал от гангрены, и он не уцелел. Его тоже убили. Его звали Джамиль Ясим. 86 человек здесь убили. И там по дороге еще одна могила, где было 13 трупов. А над трупами разрезали корову, чтобы никто не догадался, что это могила. Вот, это ислам, который посылает нам Бандар, который сам не знает Бога. Хамад, Эрдоган призывают к свободе. Какая же это свобода? Свобода убивать? Свобода расчленять? Мы знаем, что такое свобода. В Сирии всегда был мир и спокойствие. Страна мира, в которой все жили спокойно. Вот он, мир, который они нам прислали. И это, к сожалению, лишь одна из множества произошедших здесь трагедий. АПЛОДИСМЕНТЫ Деревня Шакухи. В ней тоже не осталось никого. По этим дорогам пробирались из Турции дикие орды сатанистов. В этой пещере прятали они оружие, готовясь к своим варварским, богопротивным преступлениям против невинных детей, женщин, стариков. Мы смотрели на эти разрушенные, ослепшие дома, которые стали свидетелями безумных преступлений. И нам казалось, что они молят о справедливости. Мы надеемся, что все виновные в развязывании этой изуверской бойни, как и исполнители этих зверств, которых нельзя назвать ни людьми, ни тем более верующими, рано или поздно будут наказаны. Людьми и Богом. Василий Павлов. Андрей Филатов. Игорь Надышин. Виктор Кузнецов. Марат Мусин. Анна Ньюс. Латакия. Сирия. Игорь Ньюс.